я помню этот мир еще другим сейчас идет война не за ресурсы а за видеокарты друзья дожились до того момента когда я вам официально предлагаю вот что ты выберешь представь озерцо посреди леса маленький домик в деревне или видеокарту как вам выбор для 2021 года это не шутка абсолютно это то что по факту можно сейчас здесь домики в деревне продаются ну начиная так от 100 тысяч рублей и видеокарты более-менее нормально на сегодняшний момент продается от 100 тысяч рублей и встречайте друзья сегодняшнего героя нашего видео видеокарта которая пришла для сборки для нашего клиента в стоимость сто пятьдесят семь тысяч рублей погнали ох ты божечки ты мой сто пятьдесят семь двести сорок я не могу на этот чек даже смотреть это что у нас онлайн трейд и она пришла давайте мы разберемся в общем друзья в руках держу аналог по сути 3090 то есть эти две видеокарточки который прям борется друг от друга и у нас и до этого не было то есть мы с радостью сегодня готовы сделать некоторые тесты и показать я сегодня говорю об rx 6 900 xt сколько крутых rx xt 6 900 у нас 4k ultra hd gaming 16 гигабайт gdr 6 памяти писи экспресс 4 0 крутая видеокарта но не такая крутая как наш сегодняшний спонсор потому что приветствуйте друзья поддержкой этого видео ребята из xpg их корпус battlecruiser только взгляните да вы уже видели о чем я говорю они его сейчас продвигают это те ребята которые сначала делали просто ssd оперативку сейчас делать корпуса блоки питания охлаждение то есть прям знаете ребята продвигаются и грех их не поддержать здесь у нас корпусочек вокруг везде закаленка usb 3.1 type-c присутствует замечательный продукт смотрится обалденно четыре вертушки на вдув и на выдув я так скажу это тот корпус за который не стыдно поэтому большое спасибо ребятам и возвращаемся сейчас сразу к нашему ролику чтобы посмотреть на еще вот эту вот крутую штуковину давайте взглянем что у нас есть а чё я говорю вот 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 на это все на эту всю красоту ссылочка будет обязательно в описании поэтому если хотите поддержать наш канал смело переходите посмотрите берите корпус зачетный 6 900 xt мама ты родная 157 тысяч рублей я до сих пор знаете мы уже может же в каком-то степени привыкли к этим реалиям но это страшно то есть вот страшно вантим что выбрал домик в деревне озеро или ведюху ваня говорит домик в деревне однозначно и да но опять же мы все прекрасно понимаем с чем все эти моменты связаны я так скажу ну упаковочка не на 157 тысяч рублей и это еще считается дешевый ценник то есть если мы говорим про уровень производительности 3090 это еще как бы 157 тысяч рублей прям знаете для таких людей которые не сильно богатые упаковочка самая простенькая но в чем нам тут интересно у нас есть две сборочки безусловно одна сборка под клиента который вот мы сейчас собираем на отправку в другой город и здесь посмотри какая красота собственно это видеокарта это ее домик сборка уже собрано то есть нужно только вставить видеокарту и в бой здесь у нас 10 700 киев здесь у нас 16 гигов оперативной памяти и региум судя по всему здесь у нас ну я думаю все понимаете то что такая за 490 абсолютно верно а про от мс и и вот эта вся связочка и знаете что самое интересное это понятное дело писи экспресс 3.0 ген а эта видеокарта может гнать на 4.0 и ну естественно абсолютно логично не зря же этот системник достал не зря нам ребята прислали это крутое железо здесь же б-550 мать ген-4 соответственно мы сможем сейчас сравнить вместе с райзером с разным 3 700 им вот эти сборки на этих видюхах то есть одно посмотреть как видюха себя чувствует с ген-4 против то есть у нас сейчас битва будет intel 10 700 киев и райзен 3 700 по некоторым тестам тот друг друга обходит скажем так райзен 3 700 и прекрасно себя чувствует сравнение с этим аппаратом но тут называется нужно лоб лоб сравнить поэтому засовываем сейчас первым делом вот эту вот красотку 6 900 и посмотрим еще за 157 тысяч рублей сколько ты кадров получишь в том же кибербанке на сегодняшний момент просто на обычном положить разрешение если мы включим так называемый rtx родионовский погнали мамка меня снимают ну что ж господа и любители игровых ноутбуков сегодня такая ставочка будет для вас которая как бы не планировалось совершенно но некоторые так сказать повороты судьбы дали понять что она пригодится многим попал к нам на обзор как на обзор на обслуживание вот такой вот отличный аппарат это очки оман вот с параметрами опять 9 300 h и 2060 rtx собственно топ жир принципе попал с нам такой проблемой человек перегревается очень очень сильно и причем ничего не помогает вот хорошо мы сделали конечно же полную чистку профилактику вот когда заметили что вот сборка этого аппарата это вообще что-то чем-то я говорю как не планировалось на телефончик чуть подснимал что внутри как его мальчики в китае собирают вот попытаюсь скинуть женечку возможно вставочку какую-то он сделает то есть просто половина и типа видеокарту не половина а треть была закрыта изоляции так скажем вот в таком состоянии он работал но это не сам не самая жуть аппарата когда вы покупаете его где-то за 130 тысяч рублей вот самая жуть в том что после идеальной чистки температуры совершенно не упали и он просто сразу рубится под сотку turbo boost вот и троттлинг 36 процентов на идеальной термопасте как бы было все печально возможно это заводской брак подумали бы мы вот мы начали обсуждать с клиентом вообще пути решения этой проблемы мы их нашли слава богу но сегодня в группу написал подписчик который купил именно такой же аппарат и у него именно такая же проблема то же самое перегрев под соточку просто сразу рубится видимо это конструктивная особенность и путь решения проблемы здесь к сожалению только один это отключение трубобуста только после его аппарат более-менее стабильно работает и не уходит в троттлинг но при включении трубобуста сразу троттлинг сразу нестабильная работа вот вопрос такой если кто задумался вообще о покупке игрового аппарата искренне рекомендую отказаться от покупки и чп омена именно вот такой вот комплектации исполнения потому что просто не вытягивает систему охлаждения вроде бы вы покупаете топ жир но ездить на нем не можете потому что по факту только во дворе перед пацанами выпендриваться что у вас стоит а 5 9 300 и 20 60 аппарат не раскрывается даже наполовину от своих возможностей очень обидно когда отдаете где-то 130 150 тысяч аппарат просто постоянно рубится рубится подсотку и собственно и врубается я разочаров просто для сравнения вот знаешь это мама любимого сына купила видеокарту 24 тысячи рублей 1650 это считается на сегодняшний момент вообще дешевая видеокарта потому что 157 прям тут некий что-то выбираешь у нас две сборки понятнее даже киберпанк уже запущен на 1 ты выбираешь 10 700 киев которые сколько у нас 47 на ядро держит либо никитос ты все-таки за 3 700 10 700 киев хорошо я тогда смело беру на себя экспедицию на нашу сборочку давай расскажи по результатам поскольку у нас сегодня видео будет насыщено еще другими ребятами ванькой и возможно никита к еще какую сборочку покажет мы с тобой остановимся на киберпанке что мы имеем расскажи что включено память на с какой частоте работает память у нас 3600 цел 1718 процессор до 47 я погнал температуру там видно все процессор погнал до 47 получается у нас температуру все остались просто идеальные в страстности он до 70 даже не доходит иногда при том при всем у нас включенная трассировка в киберпанк и нас дает вам 30 кадров а это че там называется rdna2 да вроде rdna2 архитектуры напишите простым ребятам из мастерской что это такое как-то работает но из таких моментов 150 тысяч 70 150 70 тысяч 157 тысяч рублей но ты слышишь дросселёчки да дросселёчки то есть знаете я так скажу не вот интересно упадут они на 5x очень интересно то есть у нас сейчас на 3 в общем мы имеем сколько стоит вроде 35 35-40 до на ультрах full hd господи до положди давай трах а на коробке написано 4k ultra hd gaming никита но в 4к ты видела те тесты показывал на 30 90 сравнительно отлично сравнительно ладно выключаем давайте посмотрим мы имеем 35-40 на высоких настройках включенным rdna2 теперь то же самое проделаем на разиночке 3700 но здесь у нас уже безусловно писи экспресс 4.0 то есть попробуем насколько будет я искренне верю что возможно здесь у нас результат будет ну как минимум не хуже ребят сегодня у нас сборочка но непростая у нас будет мини сборка вот в подобном корпусе от аэрокула хотели взять чертег у на или как-то юно называется он но его не было по наличию на днс и звонился что она здесь будет стоять мы взяли как всегда стройку у человека был бюджет вроде до 30 тысяч но там уложили что-то в 28 или что-то такое у нас будет за основу взят ryzen 2200g можно было бы да взять там как бы трехтысячной линейки но они просто были просто были намного дороже берем туда ssd 512 сразу под запас человек захотел 8 гигов оперативки сразу взяли с xmp3 200 целых 16 ну она в принципе да дороже чем какие-то уемные плашки но там не небольшой был такой зазор рублей 400 xfx блок от chiftec smart активный писем и все защиты в принципе хороший блочок xfx формата вроде стоил где-то 2 500 взяли горизонтальную башенку кулеру процессору от айди кулинг должна я думаю справиться все таки здесь и трубочки медные есть и сама по себе радиатор такой плотненький трубочек 4 материнка у нас будет самая простая а то срока а 320 спокойно справиться с 2 200 g так что я думаю хорошие ну и все в принципе такая вот у нас будет маленькая аккуратная сборочка сегодня ну что у нас сжатая битва intel против райзен и просто посмотреть как мощная видюха за бешеные деньги себя чувствует и в той в той системе друзья еще я так скажу выглядит вообще вот вот в таком корпусе с таким железом это все смотрится обалденно правда знаешь когда это видеокарту убираешь системник на 150 тысяч дешевле стоит такая вот мелочевка но друзья слушайте удивительно нет но у нас результат один в один несмотря на то что просто у нас работать на более низкой частоте у нас у нас 40 40 даже даже чуть-чуть можно разве ночи побольше вот я сейчас город выбежал около 40 стабильно держится то есть там у нас 35 42 здесь у нас 43 но я так скажу возможно какие-то моменты погрешности слушай как киберпанк садится в машину на f а зажать нужно а сил еще не хватает в общем да какие мы делаем какие мы в принципе делаем выводы то что эта сборочка себя чувствует ну на песечку назовем так получше то есть все это существует и если мы прям лоб лоб срам то я бы все-таки у тебя там 35 40 прям скакала до никитос да здесь 40 40 вот да здесь мы 43 где-то вот так вот 42 то есть по ощущениям немножечко все-таки побольше есть но опять же друзья давать теперь просто с вами под концовку высчитаем выходим из игры учитываем то что у нас просто взгляни знаешь когда ты смотришь на эти цифры по идее ты должен прям такие вдохновляться просто это должно все урывать просто гляди 256 бит 16 гигабайт gdr 6 2000 clock speed и памяти 2000 какая красотища и все это еле 40 кадров тянет на ультра кстати нужно сделать поправочку небольшую то что опять же здесь у нас же память xpg тоже 3600 то есть возможно у нас конечно не идеальный результат там лоб лоб это нужно было бы тогда оперативную память такую же оставлять тем не менее да там тайминг немножко повышен уж извини меня в общем я сегодня победу райзену а передаю пусть и в 5 кадров тем не менее и что самое знаете приятно конечно нужно посчитать это все сделано ради знаете красоты момента потому что до сих пор я не могу привыкнуть что такие цены и люди на это столько денег тратят давай как правильно посчитать 157 тысяч правильно мы делим на сколько ну вот у тебя 40 кадров то ну хорошо 40 40 intel у накиним вы за один кадр в секунду друзья платите почти 4000 рублей то есть это это прям жестко как коммуналка действительно это реалии сегодняшнего мира поэтому если знаете вот эту коротенькую битву поскольку нас в масштабах наших сейчас будней сложно много сейчас проснимать этих знаете сравнений вывод делается один я искренне выбираю домик в деревне друзья но опять же мне уже скоро наверное будет 28 лет в этом году и мысли летят именно знаете в сторону природы для простого парня или ребятам которые нужна продуктивная работа выбора особо нет это видеокарта на сегодняшний момент но по ценнику лучше не придумаешь то есть мы когда подбираем собираем компьютер клиентам находим самые лучшие варианты по самым лучшим ценам несмотря то что они до сих пор страшны лучше этого решения не найдешь но вы должны четко понимать то что вкладывая такие инвестиции вы все равно будете слушать шум трассе лёчков и все равно вы на ультра настройках я в 4к я сомневаюсь что ты действительно получишь большое удовольствие в лучшем случае если мы включаем трассировку это у нас будет 40 кадров на full hd учитывайте этот момент друзья либо выкручивайте настройки в минимум но не забывайте выкручивать свою жизнь настройки в максимум это означает что нужно красиво улыбаться и просто относиться к жизни с открытым сердцем чтобы у вас а сегодня особенно потому что оператор подсказывает сегодня последний день марта это означает что завтра 1 апреля что ли значит надо шуточку будет какую-нибудь друзья вам придумать вот ну и чё я вам желаю знаете вдыхать весенний воздух вот и улыбаться потому что когда солнышко выходит человек расцветает не забывайте подписаться наш канал описать какой хороший комментарий и щелкнуть там инстаграммчик телеграммчик в чатик зайти там прекрасное сообщество которое с компьютерными вопросами себя поддерживать спасибо что посмотрели этот ролик не забывайте про нашего спонсора который ссылочки внизу описание поддержите его и поддержите наш компьютерную мастерскую увидимся с вами уже 1 апреля еще один классный месяц пролетел переходим к следующему пока пока